Манящий запах бисквитных коржей так и парит на большой кухне, когда за дело берется Ксения Феррулева. Девушка не любит, когда ей мешают, поэтому, как правило, работать предпочитает в уединении. Но для нашей съемочной группы было сделано исключение. Сегодня я готовлю бисквитный торт. У меня в начинке бананы и в начинке кули. Кули клубничная. Украшать я буду сегодня свежий клубникой тортик. Сливочный крем. То есть этим сливочным кремом я буду выравнивать торт и так же я его и начиняю. Разнообразные торты, пирожные, печенье, а иногда и конфеты ручной работы. Все это ловко, красиво и самое главное вкусно получается делать талантливому молодому кондитеру. В свои изделия, как правило, Ксения вкладывает натуральные продукты, так как только благодаря качественной основе можно получить по-настоящему вкусный десерт. Я приведу пример. Если сливочное масло берешь невысокой жирности, то у тебя крем плохо схватится. Да и вообще, в принципе, всегда крема стараются кондитера делать на продуктах высокой жирности. Это в первую очередь качественного. Если это хороший кондитер, то это всегда должны быть качественные и свежие продукты. Печь Ксения Ферулева научилась еще задолго до того, как пошла учиться в колледж. Дому была дана хорошая школа родителями и бабушкой. Сегодня будущий мастер продолжает оттачивать имеющиеся навыки и с удовольствием делится результатами. Буквально недавно на областных соревнованиях среди молодых кондитеров девушка вошла в тройку лучших. Научилась многому за этот период времени. Это дало мне, наверное, какой-то смелости, какой-то готовности ко всему, чтобы ничего не бояться. Ну, то есть, это в любом случае плюс. А трудолюбие плюс талант равно красивый результат. На блюде появился красавец торт, который станет украшением любого праздничного стола. Ксения мечтает, чтобы такая качественная и вкусная выпечка украсила стол каждой брестской семьи. И верит, что со временем ее увлечение станет основой семейного бизнеса – собственной кондитерской. Субтитры создавал DimaTorzok